В Хабаровском крае одна за одной закрываются ледовые переправы. На днях закончила работу очередная зимняя автодорога через реки Тунгуска и Кур, которая связывала отдалённое село Новокуровка и посёлок Победа с краевой столицей. Движение по автозимнику запрещено. Сотрудники ГИМС МЧС России обращают внимание автолюбителей, что количество действующих переправ с каждым днём в крае уменьшается. А на тех, что пока действуют, может снизиться грузоподъёмность. Поэтому необходимо следить за информацией обо всех изменениях. Что уж говорить о местах стихийных выходов и выездов на водоёмы. Сейчас угроза провала людей и техники под лёд очень и очень высока. Между тем, рыбаки, рискуя жизнью, стремятся за последним зимним уловом. Для некоторых он, к сожалению, действительно становится последним. Инспекторы фиксируют значительные изменения ледовой обстановки. Температуры растут, и каждый градус повышения значительно влияют на структуру льда, его прочность и безопасность. Сезон уже не обошёлся без печальных последствий. Особенно важно объяснять это детям. Игру воды, выход на льдины – всё это крайне опасно. Любая неосторожность может привести к трагедии. А сильное течение на Амуре просто не даст шансов на спасение. О закрытии переправ и об опасностях, которые сейчас предостерегают на льду, поговорим с гостей в студии Екатерина Потворова, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Екатерина Олеговна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, сколько ледовых переправ всё ещё действует на территории нашего края и где они находятся? На сегодняшний день на контроле инспекторов ГИМС МЧС России находится 25 ледовых переправ. В основном это северные районы нашего края, центральные, где температура ещё позволяет обеспечить безопасный проезд по ледовому покрову. Но, тем не менее, этот список постоянно уточняется. И, естественно, количество ледовых переправ сокращается. И здесь и рыбакам нашим, и автовладельцам следует понимать о том, что безопасный выезд и как раз на оборудованных ледовых переправах, где контроль за состоянием покрова осуществляется ежедневно. То есть здесь отслеживается, какое состояние льда, есть ли выход воды на лёд, возможно, трещины. И при появлении первых признаков того, что лёд становится небезопасным, уже принимается решение о возможном закрытии данной ледовой переправы. И при этом оборудуется заграждение для выезда на лёд, убираются все дорожные знаки для того, чтобы люди понимали, что данный проезд, он не функционирует. На стихийных переправах, которые люди самостоятельно набивают в течение зимнего периода, такого контроля нет. Поэтому здесь каждый выезд – это рулетка. На свой страх и риск. То есть вы в данном случае проверяете успешность своей поездки своей собственной жизнью. А есть ли какие-то сроки, на которые могут ориентироваться те, кому необходимо ещё запланировать поездки, передвигаться по этим ледовым переправам? Какое время они ещё будут функционировать? Ну, такого чёткого срока, конкретной даты нет. Здесь всё зависит, конечно, от климатических условий, потому что весна у нас может развиваться по-разному. Но надо понимать о том, что сейчас уже устанавливаются положительные температуры. И в таких условиях каждый дополнительный день с плюсом, он, естественно, уменьшает структуру льда, и её делает более рыхлой, да, и более опасной, и хрупкой для того, чтобы по ней не только проезжать, но и проходить. Поэтому, конечно же, чем теплее у нас будет температура, тем, скорее всего, будут закрываться раньше ледовые переправы. А были ли в этом сезоне происшествия, связанные с провалами под лёд? Да, к сожалению, в этом году, уже с начала года у нас два случая было трагических, когда у нас автомобили провалились под лёд, и, к сожалению, люди погибли. Это у нас в Хабаровском районе, а также в Амурском районе. Буквально на прошлых выходных автомобиль ушёл под лёд, он ехал как раз уже по закрытой ледовой переправе и свернул уже в сторону города. И оказался как раз в Полынье. Там работали водолазы, как и в Хабаровском районе. Человека, который, к сожалению, погиб, удалось обнаружить, его передали сотрудникам полиции. Но сейчас у нас есть и случаи, когда и люди попадают, пешеходы, в такие опасные ситуации. Буквально на днях у нас проводились поиски в районе арены Ерофей, где, по словам очевидцев, провалился человек под лёд. Поэтому говорить о том, что сейчас лёд безопасен даже для пеших прогулок, уже не стоит. Поэтому надо быть предельно внимательными и всё-таки соблюдать правила безопасности. А вообще, насколько сложно весной оценивать состояние льда и его безопасность? Как меняется его структура, насколько быстро, и какие признаки говорят о том, что, допустим, всё, выходить на лёд уже точно небезопасно? Ну, знаете, есть такие признаки, что мы говорим, что лёд прочный, это когда он голубой, прозрачный. То есть мы можем видеть его визуально даже состояние льда. Опасный лёд, конечно, это такой белосерый, зеленоватый, мутный. То есть он уже становится рыхлым, он наполняется водой, становится игольчатым. То есть фактически он может даже рассыпаться прямо в руках на мелкие-мелкие такие сосульки. Но единственное, здесь есть нюанс о том, что визуально вы можете оценить лёд, его состояние тогда, когда он не покрыт снегом. Снег нам, к сожалению, осложняет как раз такой визуальный контроль. И под снегом как раз может оказаться тот опасный участок, который вы просто не сможете оценить, скажем так, глазами. Поэтому, конечно, надо понимать, что сейчас лёд опасен, он разрушается, причём без характерных признаков. То есть треск вы можете не услышать. И при этом его толщина сейчас не имеет принципиального значения, потому что меняется именно сама структура льда. Ну и надо не забывать о том, что у нас практически на протяжении всей береговой линии у населённых пунктов есть места, где есть стоки тёплых вод, канализационные стоки, какие-то сбросы от теплоцентралей и сильное течение. Этот фактор, он дополнительно служит к тем климатическим условиям, которые сейчас складываются. Поэтому, естественно, что вдоль береговой черты лёд самый опасен, потому что он здесь разрушается быстрее, чем на середине реки, там, либо озера. И этот фактор как раз, с одной стороны, привлекает людей. Им интересно посмотреть на открытые участки воды, да, посмотреть, как идёт ледоход, когда он уже начинается. И тем самым создаёт и опасность того, что люди выходят и оказываются в опасной ситуации, потому что они выходят на хрупкий лёд. А ведётся ли патрулирование прибрежных территорий, если да, то как часто, и что фиксируют инспекторы? Патрулирование как на протяжении всего зимнего периода проводится, так и сейчас, конечно. Здесь участвуют как сотрудники ГИМС МЧС России, так и привлекаются другие надзорные органы, представители администрации, муниципальных образований. Конечно, фиксируются случаи и выхода, и выезда на лёд, к сожалению. Здесь проводятся, конечно же, беседы с гражданами. Ну, ещё не забываем о том, что у нас предусмотрены региональным кодексом об административных правонарушениях такая мера, как наказание, как штраф. Но всё-таки мы стараемся убедить человека, то есть наказать рублём – это уже последний довод, призвать, так сказать, к ответственности за свою жизнь. Поэтому здесь, конечно же, стараемся объяснить опасность льда. И, конечно же, обращаем внимание на детей, особенно на детей, которые находятся без сопровождения взрослых. Потому что дети не осознают риск, они играют, им природное любопытство, так сказать, двигает вперёд. И вот тут как раз могут складываться такие ситуации, что они могут оказаться либо на льдине, либо, к сожалению, провалиться под лёд. Тем более сейчас будет период каникул, нужно родителям особенно бдительными быть. Скажите, вот если вдруг человек провалится под лёд, каковы шансы спастись и что нужно делать? Ну, надо учитывать о том, что, во-первых, человек оказывается в холодной воде, поэтому здесь всегда счёт идёт на минуты, потому что переохлаждение, оно сказывается на организме и может привести к самым различным последствиям. Также необходимо понимать, что человек может быть с каким-то грузом, то есть рюкзак, рыбацкие какие-то принадлежности, это тёплая одежда, она также намокает и становится дополнительным грузом. Ну и кроме того, есть течение, с которым также человеку приходится справляться, поэтому это дополнительный фактор, и здесь есть опасность того, что человека можно затянуть под лёд. Поэтому, конечно же, если вы сами оказались в такой ситуации, хотя лучше не допускать этого, то не терять, так сказать, спокойствие, стараться сосредоточиться, по возможности, наваливаясь на лёд, найти тот участок, который вас выдержит, и потом уже постепенно, поднимая руку и ногу, закидывая на лёд, стараться занять горизонтальное положение и перекатываться в ту сторону или отползать, откуда вы пришли. Если вы же увидели такую ситуацию, стали свидетелем, то, конечно, по возможности, надо привлечь внимание окружающих, для того, чтобы оперативно сообщить об этом случае в спасательную службу, для того, чтобы уже выдвигались специалисты, ну и по мере возможности предпринимать попытки для того, чтобы помочь человеку. Но, опять же, надо не забывать, что подбегать к человеку, к этому опасному месту опасно. Здесь надо подбираться только ползком и, конечно же, воспользоваться какими-то подручными средствами, верёвки, палки, может быть, какой-то элемент одежды, для того, чтобы человеку забросить, так сказать, вдаль, и постараться его вытащить. Но понятно, что эта ситуация также может грозить риском для жизни до вас, поэтому здесь надо чётко оценивать обстановку и сложившуюся ситуацию. Уже не время для того, чтобы выходить на лёд, и мы сегодня ещё раз вам об этом напомнили. Спасибо большое. В гостях была Екатерина Потворова, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова